Представь, железо выбрано, оно уже дома, а ты в нетерпеливом предвкушении грубого нагиба в играх. К чему отнестись с вниманием, дабы твои лакомые фантазии воплотили жизнь без никому ненужных эксцессов? Привет! В этом видео я поведаю о наиболее незаметных, в то же время значимых просчетах при выборе комплектующих и сборке ПК. Процессор материнка Смотри, какая красивая материнка! Геймерский радиатор и подсветка, приятная взору раскраска и куча разных приблуд. Визуализация мечты или переплата за понты. Если по сути, то в продаже куча аналогичных характеристикам плат без лишнего мусора, да по цене в разы дешевле щекольной. Вафли, звуковые карты логичнее и надежнее приобрести отдельно. Это, собственно, на мой взгляд касается большинства комплектующих. РЖБ-шка? Это красиво, но ее нахождение на каждом элементе сборки могло бы восприниматься глазом как тупо безвкусное дрочерство. Между тем, в погоне за этой якобы зрелищностью ты рискуешь позабыть, во что поистине стоило бы вложить каждый столь ценный для тебя доллар. А это, конечно, производительность. Нет, ну если тебе мамка с бабулей как нефиг накидывают ежедневно по триллиарднику на булочки и столовки, то матушка за 100к и корпус за 90к, ну, почему бы и нет? По такой школоте свои булки подсуетить, что ли, чтобы по жизни их не напрягать. Однако, стоит ли спускать половину бюджета всего-то на светодиодики? Бесполезная маркетинговая дурь, на которую такой у меня ж как ты вряд ли среагировал бы, верно? Да, рекомендую лучше задуматься о совместимости сокетов, чипсетов, количестве фаз питания процессора и прочих наиболее важных моментах. И прежде чем приступить к рассмотрению тонкости, хочу хастануть, что некоторое время назад аркет намутил рекламку с моим участием, где назвал меня зайкой. Иэээ, Ваня, о, щекаре глазки, это, блин, приятненько. Итак, тонкости. Что лучше, одна плашка памяти на 16 гигабайт или две по 8? Покупка одной плашки зачастую маленько выгоднее, примерно на рублей 500. Плюс, по логике неопытного сборщика, в любой момент можно докупить такую же, ежели вдруг то потребуется. Прекрасно ж, логично, да? Есть, однако, такая полумифическая, но важная штука, как двухканал. Двухканал. Прям погонял для вписочной телыши с другом поюзал. Ну хуй с ней, или в ней, и не один. Возвращаемся. Итак, двухканальный режим невероятно ускоряет обмен данными межпроцем и памятью. Как следствие, это влияет на общую производительность. В дополнение, даже купленная позже идентичная плашка памяти, некомплектная из зоны ревизии, не отдаёт гарантии на полную совместимость и возможность работы на одной частоте с одинаковыми таймингами. А в особо тяжёлых случаях ПК и вовсе не сможет функционировать с пучком разных планок. В этом фрагменте я вставлю фейковый синий экран, типиком по весу зрителя. И не отдаляясь от тему, скажу. При выборе оперативки убедись, что она протестирована и совместима с твоей материнской платой. Это обыкновенно указывается на странице самой материнки в разделе рекомендуемых моделей ОЗУ. Банальная перестраховка, лишней не будет. Далее. О, а передалее вопрос. Пляжный сезон же в самом разгаре. Чё, все в форме? Или подавляющее большинство на отдыхе вполне смогли бы сойти за вдохновителей творчества Баттера? Не сумевшая похудеть я, допустим, в купальнике выгляжу, будто сошла с картин Рубенса. Однако же беспокойного своего царствия ему небесное деятеля искусства не муза являть, а просто жирная. О, времена-то. А посему, милые зайцы, пухляши свой пусть ныне и не в моде, но все же не лишайте удовольствия нас, пышненьких, нравится вам. И библиотерный папа. Далее. Покупка железа без возможности разгона. Пусть это даже первый компьютер, и ты не умеешь, не хочешь в разгон, все равно не пренебрегаем. Личный совет. Откажись от процессоров с заблокированным множителем, от материнских плат на низовых чипсетах и с плохим питанием, а также плашик оператив на гунявых чипах. И если с прессами да материнками все более или менее легко, для интелов это процессоры с индексами K, KF и HK, Ryzen гонятся все, исключением являются разве что версии с приставкой Pro, то над выбором оперативной памяти надо будет хорошенько подумкать, ибо далеко не все чипы справляются с стабильным разгоном и способны работать на пониженных таймингах, что исключительно важно. Вообще, стоит отметить, что тема выбора оперативы достаточно глубока и потребовала, наверное, довольно продолжительного отдельного видео. Здесь полно разного рода тонкостей. Блок питания. Это наиболее часто сталкивающийся с пренебрежительным отношением компонент компьютера, приобретающийся, так скажем, на сдачу, несмотря на то, что это один из главных элементов всей сборки. Ведь максимальные показатели компьютера и тишина непосредственно связаны именно с правильным подбором блока питания. Рассказывать тебе о том, почему не стоит рассматривать логик в SAS, DEX, VX и им подобные, думаю, смысла не имеет. Просто озвучу пару слов о чаще всего упускаемых из виду особенностях. Помимо внимания к потреблению системы, советую убедиться в наличии необходимых коннекторов к процессору и видеокарте. Конечно, можно вырулить за счет переходников Molex, но... нафига? Еще, если в характеристиках блока заявлено 80+, неважно с каким сертификатом, далеко не факт, что эта самая энергоэффективность будет прямо-таки при любой нагрузке. Что касается вольтажа, то... пример. Твоя сборка жрет 450 ватт. По идее, блока на 500-550 должно вполне хватать, если бы не. Нужно определить, сколько ватт дает блок по 12-вольтовой линии, едва ли это 100% от заявленной мощности. Допустим, в этом кубере с 700 ватт по 12-вольтовой выдается 672 ватта. Максимальная энергоэффективность находится в диапазоне 40-70% от заявленной мощности. В общем, внимательно изучай предоставляемую производителями информацию, учитывая их характеристики. Тогда тебе удастся избежать неожидаемых проблем. Охлаждение и корпус. Подробно раскрывал со мной данный вопрос в недавнем видео, потому, дабы не воспроизводить повторно подробные рекомендации, озвучу лишь основные пункты. Не выбирай корпуса духовки и мега-тихие вентиляторы. Обращай внимание на воздушный поток и статическое давление. Умножай TDP на 2 при выборе кулера. А коль имеются вопросы, кликай на подсказку и приступай к просмотру. Ну а теперь блиц нередких ошибок. Да нафиг мне SSD. Уж поверь, даже маленький 128-гигабайтник под винду и софт вдобавок к обычным хардам необычайно ускорит работу всей системы. Так что покупай, не пожалеешь. В жопу инструкцию. Даже если ты собрал уже целый ряд ПК и уверенность в собственном скеле бьет все возможные и невозможные рекорды, помни, что креативный производитель вполне таки способен не взначай удивить, поразительно изъебнувшись и спровоцировав тебя косякнуть, да вперду ликболк прямо в мать. Тщательное изучение инструкции не признак исходного скудоумия, а показатель корректного подхода к любому делу. О, лишние болтики. А нихуя. Каждый из них не из праздного любопытства запрыгнул по паковочку, а посему даваешь-то все опоры под материнку и крути-накручивай свое чучело. Похрустелки. Овладевает разумом желание похрустеть? Просто разомнись. А коннекторы следует вставлять до щелчка. Ну и вообще, конечно, не забывать вставлять. Не дави на мать. Усердное надавливание при подключении коннекторов может привести к прогибу материнской платы, что, соответственно, чреват разрывом дорожек и пайки деталей. Будь мягче и аккуратно придерживай мамку, когда вставляешь. Чем больше, тем лучше. Цены на MX4 видел? Куда мазюкаешь? Ты что, дебил? Идущего в комплекте с кулером тюбика хватит на 3-4 раза замены пасты. Че-то там на иностранном. Пофиг. На кулере располагается пленочка, на которой крупным шрифтом на английском языке имеется требование снять перед установкой. Сними! И последний совет. Перед любыми внедрениями в компьютер отключай питание, ибо лишь боженька знает, где и что вдруг ее угнет. Какие ошибки, не озвученные в видео, известны тебе? Быть может, это создаст почву для нового ролика. А вот данное видео поспособствовало упрощению процесса сборки твоего ПК. Ежели так, поведай о его полезности в комментариях. Поставь лайк и подпишись на канал. Поделись роликом с ближним своим. И да вырастет благодаря себе наша умная комьюнити. Аллилуйя. Если ты дебил, будет интересно. И небольшое послесловие, коль позволите. Не столь давно один из подписчиков сказал, что я обладаю бодражащим воображением голосом. Это подстегнуло всерьез задуматься о деятельности, где бы задействовалась непосредственно моя оральная зона. Ну типа тиктор там, да? Однако, вас у меня уже почти полтосик, и я определенно должна кое-что сказать. Признаться, на жизненном пути мне встречалось много медийных личностей. Ну, с приставкой хлад. Нет, я не уролог, но в общем, тем не менее, поведала действительно немало человеческой хуйни, занимаясь неблагодарным трудом. А вы? Вы у меня заюши, честно. Ваша поддержка стимулирует продолжать учиться быть типа блогером. Таковое даже произносить сложно. И я поистине благодарна за даруемое мне вами добро. Спасибо огромное, огромнючее спасибо. И впервые тепло, и это только благодаря вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok